здоровенькие ребята вы на канале ford mac ну что же это здесь вы очень рады возвращению этого замечательного человека а именно кто-то копсича и это как стать нормисом что скрывает нормисы а вот шут знает наше время кто является нормисом а кто нет потому что я считаю каждый по-своему ебанутый возможно поменьше возможно побольше но в каждом есть своя вот знаете ебанца поэтому давайте короче я морально просто подготовился я выплеснул весь спектр своих ебанутых эмоций возможно пережат их возможно убитых но в любом случае давайте начнем ладно поехали привет это начало не то начало которого пока это даже собой спокойно начало кто-то копцы скатился фу могли подумать ведь начало этого видео ничего не было вообще ничего типа просто там миллионы бесконечности лет в вас вселенная та которую мы узнаем естественность предустановлены ложными воспоминаниями у каждого из вас с каким-то процентом чуваков которые курсе всего и не палятся намного но в основном нас окружают серая масса то есть я встаю со стула и задаю вопрос как сделать лоботамию нормис ну даже не знаю просто как обычно сажаешь его на креслице зажимаешь ему веки даешь ему я не знаю там пивасик жигулевской еще очень и просто включаешь ему я не знаю тнт например или лучше доходишь архива дома 2 где-то примера часов на 20 хватит а может даже лучше всего часов на 40 чтобы на два дня хватило материала сажаешь его и просто заставляешь его смотреть все глобота ней готова рабочий способ способ лоботамии ладно когда все ушло осталось только истина бессловесная истина без слоев социальных конструктов и наконец настоящее счастье впервые за всю свою что скрывают нормисы учитывая что я знал математику по егэ на 2 зато теперь мы имеем формулу по которой даже сможет стать нормисом друзья как же славно жить в современном мире некоторым даже слишком слабо who the fuck is this people надеюсь это просто роддомные фотографии а не какие-то жутковатые ребята которые бы снайкс разбирала в общем я думаю я уже достаточно напереждал свое время и теперь время делать гайд себе все дойдет от того что кто-то копс просто в итоге так вдохновиться всем материалом что сам станет нормисом я ж не переживу этого я мазохист я люблю когда что-то такое происходит как делают кто-то копс я не переживу если он станет нормальным мы узнаем много чего нового итак давайте по порядку первое что уже научиться делать это говорить привет да я понимаю это невыполнимо это невыносимо и вы конечно не умеете говорить привет 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 типичный нормис и выпендрешь и стоит сразу рубить плеча чтобы не погибнуть сперва потренируйтесь на тех кто не сможет вам ответить на всяких существах питающих да очень страшно подушках начните так оно и есть бой я не знаю где у вас реальный мир но лично я чтобы каждый раз его не искать просто запер его в подвале он всегда ведет в удачное место по факту опять снайкс и серьезно вижу это поле у меня сразу почему-то стаса что снакс пойдет ли на не запад кинуть фильтром первым кого мне удалось повстречать было пути привет снизить давай сделаем таймлапс испугался таймлапса и убежал мне кажется снизить сошел с ума и уже давно не тот чтобы раньше ничего ведь еще есть много кому можно сказать привет 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 они теперь будут а был следить но удаем вот настоящий слизи молодец молодец на что противном случае я подумал что ты слизневый расист сука ты слизни у не отличается всем охерел блять живем в двадцать первом веке люди все еще не могут различить где обычный слизень а где слизень хайповый приять жесть мы не вздумывались кто вообще смотрит всех этих ушлёпа вот тут лев чуваки и остальные немножко индийский монтаж по трассу а добра видите не так уж и страшно было говорить привет всем подряд привет ну здорово спокойно тигр чувствует страх тигр чувствует страх тигр чувствует страх тигр чувствует ерунда все выкидываем все сжигаем и меня больше ничего не удивит fx это означает и шутите постерониями мета ирониями и всякой туфтой я знал что вернешься я знал что ты вернешься мой друг иначе рискуете увидеть вот это лицо попытайтесь понять что считается актуальным в мете норме и при малейшем подозрении на смейтесь до отказов внутренних органов тогда нормис поймет что вы свыщок свыщочек свыщочек Глеб родился и вырос в секрет но не перестарайтесь всегда думать на встречку придется платить штраф ненавижу платить штраф и кто-то сказал никто не говорил какого-то социального развития какого то есть я не убеду что ты сможешь свой телефон тебе потрогать какого ты выпала я не уверен я какого ты как такого не допустить готовьтесь заранее что за хрень вообще все по-другому быстро так страшно воробья он не желает тебе добра встаем и бежим в московское метро обвузить бак в эмалов давай садись поудобнее нам нужно забудить бак да не слушай ты этого воробья он не желает тебе добра это было легко но перестарайтесь не думайте о последствиях не хочешь сесть еще удобнее куда уж удобнее отброй социальные конструкции садись максимально удобно на сколько удобно раздвинут ноги за это там застут на плече у кого-то хотя пределы офигеть он умер и попал в цифровую вальгалу не повторяю а ну если цифровая вальгалу то слава богу главное что не цифровой сыр пожалуйста все пока еще относительно неплохо по сравнению с тем чтобы кто так обстоит еще неплохо дайте все относительно спокойно приятный бонус сразу мой вам совет германия просто просто германия даже знаете вот так лучше германия и польша особенно польша просим раз полный момент когда я переключал и был момент когда у меня колодки на из-за бага включив польшу появился флаг германии польска можно польска больше после смерти вы получите скитов прямиком скеплер 425 блин зашибись а с какими вкусами там будет со вкусом марсианского глобнара я очень хочу вот например и враги и холодки с редким расстройством обратного восприятия времени похвалили меня за то что я выращиваю деревья с помощью топора тем временем мы друзья с экологией подумали что я не топил монитор в пруду и это все обратная съемка и бросили меня навсегда думаю это заслуживает ничего ничего страшного ведь свои критики оба моих критиков защитники экологии подумали что я реально кинул всего два монитора в пруд население которого составляет более 5 часов какого хрена блять столько рыбов а вы их показываете нет продаем мы сломали схему красивое старым и осудили меня кто же знал что на дне пруда есть вай фай и куча системных блоков и что при попадении мониторов труда рыбы начнут стримить на твиче и youtube нихуя себе никто не знал я знаю кто-то копс и кто-то копс меня знает рад когда он заходит ко мне до стримы иногда и довольно забавненько которому я подогнал два монитора по цене нулёв мониторов какой неблагодарный непосредственно житель пруда ну и пофиг мне не нужна благодарность я просто вижу окружающей среде потому что думаю то что все это иллюзия вот посмотрите например этих чуваков которые сейчас смеются они же давно мертвы да как и мы все умрем они нифига не покупают и все равно смеются наверно это из-за уважения все чувствуете себя чуженными оттормошенными от червлеными и скорыми обществом тогда все что нужно сделать это просто ари от ужаса нет слушайте и бузиками не напугать я идю кое-что пострашнее этих пусиков поэтому принципе я не собираюсь это орать нет 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 то есть я имел ввиду абсолютно другое не надо лучше ничтож перфекционизм почини шаблоны ладно можете порать понимаешь ли ну тут ладно это адекватно просто потому что порой люди перебивают перфекционизм из-за чего это превращается уже скорее какой-то идиотизм я никто не убьет если ты не сделаешь что-то не идеально тебе все по плечу не страшно включите свет обратно я допустил какую-то ошибку да окей кажется меня сейчас задушен прикольно меня просто отравили черди он будет воспринимать имя счастливая цель это социальный ужас не бойтесь сейчас есть его из вас норме сов не надо пожалуйста еще слишком рад еще ролик даже по и не дошел тебя ребята да я сейчас чихну поняли да так все 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 хорошие чтобы сделать чтобы стать норме сам в это сделайте все оптимально если вам на чего казаться что вы уже оптимальны загляните в коробку с оптимальными чуваками посмотрите на этих оптимальных чуваков вам никогда не стать как они нифига они оптимальные даже я такого не ожидал они пример всем сколько их там миллиарды да их миллиарды это вас вообще не касается эти чуваки молодцы и делу они делают его оптимально делаю коней тебе все плечу я все правильно сказал надеюсь все равно все проверят а если быть неправильно ты обречет все блюдо начало да да вы правили поле вселенной стартовала 7 секунд назад взять руки чертовы здесь все свои данные но я беру слитуратым ставлю как я мне при силу из какая-то формула чтобы она могла значить наверно чтобы разобрать на зашарить математике математика стоит вообще-то не наука чтобы любит всего лишь можно погрузиться сознание и отправиться куда-то далеко-далеко какому-нибудь замечательному ученому кто скажет тебе значение этой формулы либо просто пошлет нахуй потому что ошибся эпохой дружочек мой так что не страдай хуйней и просто просто обними слона из мха потри подмышку и почувствуй тебя обволакивает замечательный поток простите у меня просто у меня просто очень приятные воспоминания о том когда я включил альбом пинг флойд и анимус это это будет если экспресса мне вот этот я обнимался на язык а короче это было весело математику нужно быть либо технарем либо мордин сам как стать норме сам подписки пожалуйста посмотрите как что не растет делает офигеть чудеса технологии нас поработят я нашел ключ заценить я нашел ключ на улице это кто вы его знаете как стать норме шаг первый самый сложный шаг добавьте в свою повседневную щепотку искренности вот зацените петька люди нужны не только для того чтобы отражать астероиды слушайте вы два ушлепка в общем теперь это по плечу петька вот и ваши подарки сколько еще реальности будет отсеяно серьезно какого черта мой любимый модератор ютуба который по некоторым данным я из будущего честь моего не об она на ютубе вот уже промежуток времени следующий прикол специально для тебя голубь с головой коня еще и с телом коня на что я сделал ему нравятся такие приколы но если вы не модератор ютуба то наверное я просто не готов для такого юмора я еще слишком адекватный и не прошел через те стадии ада которые возможно прошел кто-то копс когда нашел то самое видео с банкой после того видео с банкой говорят люди не остаются прежними ничего страшного для вас у меня есть заходит как-то в бар человек матрас человек матрас офигеть видео еще не вышло по человеку матраса уже сделали фонар нихуя сделаем и фонар по мерче человека матраса и улья мерч померче человека матраса человек о матрасом все забыли карла быть человеку матраса этого чувака и задержал человеком матрасами тогда будет фильм про человека матраса я даже деньги отдам вече водит Матрас наступил на красного ежа. Ученые из мира Человека-Матраса поняли, что живут в симуляции. Брутенброт вызывает на битву Человека-Матраса. Но Человек-Матрас пацифист. Человек-Матрас показал лицо. Бестселлер Человека-Матраса. Человек-Матрас отменен. Человек-Матрас снова в деле. И заходит в бар и говорит, типа... Это просто невыносимо, чувак. Какая легкая у меня жизнь. Я даже книгу про это написал. Легкая жизнь Человека-Матраса. Может, видел, а? Скоро фильм с... Экранизация выйдет. Человек-Матрас снова в деле. Ну, я же Человек-Матрас, ребята. Ну, вы не стесняйтесь, подходите. Ждали ученые, говорят, мы живем в симуляции. Мы живем в ангдоте. Я Человек-Матрас. Ребята, ну, Хароик-Нухик, я Человек-Матрас. А никого здесь нету. Это картинка. Это тоже картинка. Это все обман. Давай, осознай это и исчезай. Я Человек-Матрас! Алло! Блин. Но старый добрый старина Чак Нормис ему и говорит. Тебя-то по плечу брал. А, при чем тут плеч? А, стоп. Ты что, здесь анаглс был? А, блядь, тебе ж микрофон нахуй упал от такого. Пиздец, блядь. Господи, не падай. Коет у шлепок. Да, у Человек-Матраса еще ссыкло. И тут в бар заходит у шлепок, к которому было настолько нечего делать, что он запатентовал фразу «Коет по плечу во всей мультивселенной». Ой, кажется, я потратил всю ману на расчленение пикапов. У меня была мотивация. Два миллиарда лет назад у этого пикапа здесь было плечо. Вот ты и попался. Получай по плечу. Плечу, по плечу, по плечу, по плечу. Катя, лечу, по плечу, по плечу. Ой, ой, чувак, это жестко. Просто поговорить хотел. Да, что-то как-то через ужас только получилось. Немножко не то, что я хотел донести своим юным зрителям. Понимаете, о чем я? Пора заканчивать анекдот. What the fuck? Я вообще-то донесом хотел стать. А не японский выучить. Многие задаются загадкой. Многие задаются загадкой. Многие задаются... Где? 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 Где же? Где же? Где мои ключи? Ах да. Честный! Это плюс! Кажется, ко мне у вами сокровители, помогите. Честно. Надо просто признаться. Надо просто признаться. Я буду счастлив. Я не мексиканец, ребята. Я сейчас бежал из Брянской области. Я-я-я-я-я-я. Это настолько ключ, что я нашел реальный ключ. Как иронично. Что же вы тут стоите? Давайте попробуем открыть тот самый подвал, о котором я мечтал с самого детства. Да, давай, иди сюда, мой подвальчик. Подваленок, мой подваленыш. Черт, деревья, нифига не открывается. О, нет. Выхода нет. Придется опять смотреть гайд. Давай. Блин, что за фигня? Ни хрена себе ноготь, блин. Вот это я понимаю, сарапало. Где мои ключи? Блин, что за фигня? М. Ах да. Черт. А, теперь я понял. Я иногда ковыряюсь в носу, зная ты ли. Офигеть, господи, боже мой, дверь открылась. Это реально сработало. А, 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 помогите. Я, извините, просто немножко прифигел таких вот здоровущих ногтей. Мое последнее желание это карточки из One Piece. Фух. Я чувствую непреодолимую боль. Помогите. Все равно не открывается. Блядь. А, видимо, у меня все зашибись. Ура! Я не кроме, значит, у меня все зашибись. Никогда не думал об этом в таком ключе. О, нихрена тебе. Пользуясь случаем, благодарю бустерам. Наверняка только благодаря ним дверь не открывается. Наверняка только благодаря ним все зашибись. Реально прям на земле лежали карточки вам. Черт, меня не сбили. Все благодаря ним. Все благодаря ключу. Честно, это ключ. Честно, это ключ. Туранго сползал, тогда окончимас. Да, возможно. Спасибо большое. А если все за кто спонсировал, кроме бустеров? Это на этом ключевом событий стоит ему подвести заключение. Но. Вы только посмотрите на этого новичка. Он ищет свои ключи. Эм, где мои ключи? Где мои долбаные ключи? Маленький, малюсенький новичок. Мы-то знаем, в чем заключается ключ. Поэтому давайте для него исключение. Давайте поможем ему. Давай новичок, включи! Свой мозжевельник продолжит простую фразу. Честность это... О-о-о-о-о! Стой, подожди, подожди. И постой, не делай этого. Позвари в телеграм-канале прохорва. Прохорва бунт червей! Я же не люблю бунт червей, друзья. Свою бунт червей! Ого, как увлекательный! Будьте осторожны. Зависимость от наблюдения за бунтом червев выбируется спустя 3 минуты. Как предусмотреть, что у нас бунт червей идет 2 минуты 99 секунд. Так что вы будете в безопасности. Подписывайся на Прохорва! И не забудь, а кто-то шлепся! Хорошо, хорошо! Все, 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 дайте вернуться все-таки к тому, что было. Я все еще хочу подказать нормисом, пожалуйста! Ну-ка, повтори еще раз. Честность, это ключ! Честность, это ключ! Фух, теперь я удовлетворен! Спасибо, мистер пёс! Пёс! Мистер обычный пёс с улицы! Только ты можешь сказать неправду в этом прогнившем городе! Да, я обычный пёс! Не то, что мой бро! Пёс, который меньше Адама! А ведь тут может быть в моей комнате, кстати говоря, под часами или под лампой. Или... Ладно, надеюсь, что там не будет. Фух! Всего лишь сон! Стоп, а когда я уснул вообще? Ладно, будет. Как может пёс быть меньше Адама? Я очень много думал об этом. Пёс, который меньше Адама! Очень много. Подписывайтесь. Ведь... у меня на канале только правда! Честность — это ключ! Честность — это ключ! Честность... Это ключ! Так, стой. Ключ! Дорогный ключ! Проклятый ключ! Ты проклял мою жизнь! Наверняка так просто его не одолеть! Наверняка он все ещё жив! Прощай, ключ! Умри, ушлёпок! Это ты во всём виноват! Два добора против одного ключа! Ладно, я просто верну ключ на место. Слава Богу! Пёс, который меньше Адама! Он спрятался за Адама! Он же меньше Адама! Перерыв! То-то хруст, друзья! Когда будет начало продаж, я хочу попробовать. Это еда. Теперь с добавлением пирамонов! Ох, блин, я просто... Посмотрите на этого деда! На этого грустного деда! Ладно, пофиг на грустного деда! Так и поверить недолго! Смотреть на всяких дедов! Посмотрите, вы что на этого крутого, чувак! Посмотрите на этого чувака! Этот чувак крутой! Он купил дур... Мерс из качества удобных материалов! Ушлепленец, Мерс! Ушлепленец, Умор, ушлепленец! Ему позволю выделяться на пыльтеры массы! А у нас будут серые фурбовки! Ха-ха! Тогда за жизнь! Стоп, стоп, стоп! Скучный дед стал крутым дедом! Как такое могло произойти? Потому что вы недооцениваете своих дедов. Они могут становиться крутыми. А порой и есть самокрутость. Когда вы спрашиваете у деда о его молодости, он усаживает вас. И даже без самогона. И даже без блядского самогона. Рассказывал настолько эпичную историю, от которой у вас ваши подштейники превращаются в мокрое месиво. Ибо вы, чувствуя все крутость деда, начинаете... кайфовать. Да, это чистая правда. На самом деле, серьезно. Прислушивайтесь со своим дедушком. Порой они могут вас удивить. И недооценивайте дедов. Первый взгляд, ничего не изменилось. Хотя, погоди, мы упускаем важную деталь. Носки из мха. Носки из мха. Носки из мха. Носки из мха. Приятный бонус. Приятный бонус. Хватит меня дразнить. Я хочу попробовать глобнарский вкус. Серьезно, блядь. Я понимаю, что там здесь, конечно, вкус, конечно, из Клизнора. Возможно, конечно, с этой планеты уже не будет. Возможно, ее уже давно-давно уничтожили. Глебаные, я не знаю, с энергии. Сами понимаете, всякое происходит. Особенно после 15-й мировой войны на планете Марс. Не наш Марс, а Марс, который, блядь, из далекой, это, глобнарской системы. Ну, блядь, какой на вкус глобнар? Я хочу понять. Укупай дурноверсию, я приеду к тебе, когда у меня исполнится 50 лет. Я буду жить у вас дома. Чтобы вы понимали вероятность того, что у меня будет два раза в старости 85. Слушайте, если это белка появится, у меня самого такая ошибка была. У меня реально бывает, а белка, черт подели. Она до сих пор, по-моему, лежит дома. И серьезно, если у вас эта белка появится, осторожно, потому что, рано или поздно, вы дойдете до шизы. Вам будет страшно. И в один момент вы проснетесь, и на полном серьезе будете рекламировать ВК-видео. А это страшно. Я буду жить у каждого по одному дню. И это мой план на будущее. Надеюсь, будет что похавать. Ой, кажется, я перестарался с рекламой. Грабители лезут со всех сторон и хотят купить мой услепление в смерть. Чувачок в очках, выручай. Уважаемые грабители, не беспокойтесь. Для вас у нас припрятан специальный промокон. Активация всего одна. Сражайтесь за промоход наш. Спасибо, Кубочка. Ах да, у кого-то еще встает вопрос. Как стать Нормисом? Итак, если вы досмотрели до этого момента... Давайте. То никак. Будем честны. Досмотрев это видео, которое на самом деле экранизация вступления в моей книге, которую я решил сразу экранизировать, потому что книги сейчас все равно никто не читает. Вы автоматически... Вранье, я читаю, тем более от этого издательства. Так что вот не надо. Мы все еще любим читать. Любим, черт по тебе. И это шикарно. Так что не надо. Я бы такой купил. Потеряли возможность стать с Нормисом... Навсегда! Не бойтесь, это был ваш сознательный выбор. Пес с наушниками от Сони Эриксон не раз пытался вас предупредить. Теперь сюда нельзя! Да он давно уже умер, черт подери. Во-первых, это там были Сони Эриксон. А во-вторых, это был призрак. И я сомневаюсь, что я бы мог получить нормальный контакт с ним. Поэтому... Лучше не стоит. Так, дальше ничего нет. Этот чел меня не слушает, я увольняюсь. Пес, который меньше атома. Да, тебе не суждено стать Нормисом. Потому что теперь ты долбанный бой. А теперь давай, покажи мне, полосы. Покажи мне, покажи, покажи всем, давай, покажи, покажи, покажи всем, какой ты укрепленец. Покупай дурной мерч. Вставай вперед. Ну, а мне больше ничего не остается, я просто возьму с собой штаны, подштанники. Да, я сейчас без штанов и уйду в поле. Страшно, черт подери. Надеюсь, у них кто не поймал, я не знаю, из хотя бы гиби-дэшников или еще кого-либо. Пиздец. Сколько он там бежит? Оно бесконечное. Так мы больше никогда не увидели Катакопса, потом что он застрял на кукурузном поле. Да что ж могу сказать, какого хуя. Какого хуя я все еще не Нормис, реально. Я-то думал, что с деревьями это был обман, но нет, но нет. Кто-то Акопсич, мне это не нравится, я не стал Нормисом пока что. Я еще Дорбисом не стал, поэтому я требую возвращения своих 20 минут жизни. А вы, ребята, если вам понравилось, конечно, можете поддержать Акопса, но я пока что все еще сам, поэтому давайте. Всем спокойной ночи, дружки-пирожки, конечно, уважение все еще к Акопсу, не смотря ни на что, но почему я не Нормис?